Всех приветствую на канале Банковский в нашем обзоре кредит наличной и посниженной ставки от Почта Банка. В общем-то привлекает эта ставка до 3,9% годовых, то есть даже не от, а до 3,9% годовых. Хочу сказать, что это вообще нереальная ставка, вот особенно для кредита потребительского. Ну и в принципе понятно, что есть какой-то подвох, иначе бы в Почта Банк ринулись бы все сразу за кредитами. Значит смотрите, банк здесь предлагает сниженную ставку, 0% годовых на первые 6 месяцев, это тоже очень интересное предложение. До 6 миллионов рублей сумму кредита и до 5 лет срок кредита. Также привлекательно то, что для получения запрашиваемой суммы можно подтвердить доход онлайн через госуслуги, ну и предоставить паспорт из НИЛС, это понятно, ну и соответственно получить кредит, в общем-то, ну не заморачиваясь со сбором бумаг, так скажем. Ну это вообще современно, это хорошо. Значит дальше мы здесь видим первый нюанс, первый, скажем так, момент, который развеивает все вот эти вот мифы по поводу того, что ставка очень маленькая в Почта Банке. То есть 3,9 это только в пятый год, то есть на весь срок эту ставку вам никто не обещает, это нужно понимать. То есть а пятый год это что? Это уже когда вы все выплатили, а если учесть, что многие стараются досрочно погасить заем, то этой ставки вам в принципе тогда не видать. Значит, ну и здесь, в общем-то, информация сугубо рекламного характера, тут как получить кредит, в принципе это и так понятно. Давайте посмотрим на тарифы, чтобы быть, скажем так, уже более осведомленными. Значит, процентная ставка в рамках тарифа Prime Суперпочтовый от 5,9, понимаете, да, смысл? То есть это при подключении определенного тарифа вы можете получить от 5,9, хотя 5,9 никто здесь гарантировать не будет. Соответственно, скорее всего ставка еще на порядок выше. Вот этого в почтобанке плохо, то есть у них куча всяких вот этих вот тарифов, дополнений, там всякие суперпочтовые, всякие снижаем ставку плюс, снижаем ставку промо, снижаем ставку минимум. В этих вот всяких тарифах у них очень легко запутаться, потому что они очень похожи друг на друга. И в конечном счете это создает почву для просто банального обмана клиента, либо просто клиент сразу почувствует подвох, потому что, ну вот эта вот вся запутанная история, она не многим понравится. Ну и чтобы вы получили более прозрачное представление о процентной ставке, посмотрим тариф. Вот это снижаем ставку, да, тариф один из списка, то есть это не исчерпывающие данные. То есть смотря какой тариф вы выберете, может быть это, может быть какой-то другой. Здесь сумма кредита от 500 тысяч до 2 миллионов, плановый срок погашения, то есть плановый, да, то есть не так, что вы там досрочно сразу закрыли, получили минимальную ставку, так не будет. То есть плановый срок 36, 48, 60 месяцев. Значит и здесь идет ставка процентная, вот более-менее реально, да. То есть первый год от 1 месяца до 12 календарных месяцев вы платите по 15,9% годовых. Понимаете, да, как это далеко от той заявленной в рекламе ставки. Дальше от 13 до 24 месяцев ставка понижается до 12,9%. Дальше от 25 до 36 месяцев, собственно, когда процентов 70 приобретателей займа гасят до кредит досрочно, ставка понизится у вас только до 9,9%. Ну а дальше, если вы прям вот такой очень терпеливый человек, 37, 48 месяцев ставка 6,9%, а с 49 по 60 месяц 3,9% годовых. То есть я здесь выгоды вообще никакой не вижу в таком кредите. Плюс еще, соответственно, комиссия за подключение услуг пропуская платеж стоит дополнительно, да. То есть может его и в принципе не стоит пропускать, если кредит сравнительно небольшой. Это получится, что вы за комиссию переплатите, уж лучше заплатить этот взнос, чем платить эту комиссию. Ну и дополнительные здесь пакеты услуг, тут все под контролем, они тоже стоят денег. То есть вплоть до 5000 рублей почти. Поэтому мое мнение следующее. Я даже в принципе дальше вдаваться не буду в подробности, потому что в этом нет смысла. Скажу то, что вот эти вот привлекательные ставки, да, которые по сути являются, ну, неким введением в заблуждение клиента. Да, банк здесь, конечно, не обманывает. Он пишет, вся эта схема расписана, кто вникнет до конца, тот поймет, да, что здесь обмана как такового нет. Но, скажем так, для граждан, которые не особо разбираются во всей этой финансовой канители, это может, скажем так, быть воспринято как какой-то обман со стороны почтобанка. То есть вроде бы обещали низкие ставки, а по факту никаких низких ставок нет. Потому что многие избавляются от кредитных обязательств первые пару лет, особенно от потребительских кредитов. А если вы в первые пару лет избавитесь от кредита, то ставка у вас будет в пределах 15% годовых. Поэтому, в общем-то, на мой взгляд, можно, конечно, изучить продукты почтобанка кредитные, но всерьез к ним относиться я как бы не советую. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и всего вам хорошего.